На этом месте в советское время пионеры разбивали лагеря. Красивая местная природа осталась только в памяти старожилов. Теперь на берегу реки Аресь мало что растёт. Земля изрыта ковшами экскаваторов. Деревья срублены. Каждый день, рассказывают местные жители, отсюда камазами вывозят гравий и песок. Ситуация в Ордобасинском районе дошла к критической отметки заявил заместитель Акима области. Сегодня он приехал в село Шубарсу и поручил местной администрации и прокуратуре пресечь незаконный вывоз строительных материалов. Должно быть, естественно, где идёт добыча, там должна быть рекультивация, должен быть порядок, должен быть работы. А здесь получается в разных местах, как попало, кто попало. И неконтролируемый поток автомашин, неконтролируемый, кто здесь занимается, кто ответственный, непонятно. Кому-то передано, суп подряд передано. Что-то непонятно здесь. Мы даже не можем определить хозяев общей сложности. С началом строительства трассы Западная Европа-Западный Китай незаконная добыча гравия и песка увеличилась, говорит Замакима области. Закон нарушают и организации, у которых есть лицензии. Чтобы не платить налог, они обходят стороной карьеры, специально отведённые для добычи, а получают природные ископаемые прямо на берегу реки. Это может привести к наводнению. «Я своими силами не могу решить эту проблему. Тут нужно содействие прокуратуры и природоохранников. Несколько раз я отправлял запрос в надзорный орган, чтобы они проверили организации, которые добывают здесь гравий, есть ли у них лицензии. Но в прокуратуре отвечают, что такие компании здесь не работают. Много раз обращался к депутатам, но они только обещают нам помочь». Сакен Конобеков поручил не откладывать проблему на завтра, а начать решать её прямо сегодня. Наказание для нарушителей будет очень строгим, заявил чиновник. Даже законные компании, пойманные на расхищение природных ископаемых, будут лишены лицензии.